Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вроде все вернулись. Поехали дальше. Сейчас мы с вами делаем вот тот лепесточек. Начинаем также с такого насыщенного оранжевого цвета. Опять не забываю оставляю тоненькую-тоненькую полосочку света. Это по самому краю. Я думаю, вам видно, да? Да. Можно прям желтенького побольше взять. Обхожу вот этот наш бутончик, ввожу ниже. И вот так вот все смело закрашиваю. И я могу, в принципе, сразу, например, вот здесь, брать уже алый цвет смело. Такой, который у меня такой, да, значительно темнее предыдущего. Подвожу его вот сюда. Здесь снова беру немного такой оранжеватый. Здесь можно контур снизу не оставлять. То есть только поверху оставить контур, а снизу смело закрыть. Вот так. И снова, пока у меня ничего не высохло, я беру черный цвет. И немножечко совсем получается его вот сюда закидываю. Вот так. Вот так. И думаю, пока можно оставить чёрный экран. Женя, что выпивать с твоим инстаграмом? У кого ещё чёрный экран, напишите. Что, может быть, что-то у меня действительно, не знаю. Откликнитесь, девочки. Всё хорошо, всё окей. Так, Жень, что-то у тебя. Смотрите, как у меня, интересно, поплыла краска вот в этом месте. Прям прожилочки такие получили. Перезагрузила. Угу. Ну всё. Окей. Поехали дальше туда. Так, можем, в принципе, сразу рисовать вот этот дальний. Смотрите, мы к этому цветку ещё будем с вами возвращаться. Я покажу, как сделать внахлёст. То есть, чтобы они были прям такие, ну, реально крутые. А пока мы рисуем вот этот, вот, цветочек. Начинаем также с верхушки. Оставляю тонкий-тонкий белый край. Пусть они соединяются между собой, ничего страшного. Попробуйте прям жёлтенький взять, побольше жёлтого. И вот сюда. Но главное, чтобы он не был прям чистый жёлтый. Нам нужно только свечение. Чуть-чуть добавляйте жёлтого пигмента, да, в красный. И у вас идёт ощущение света, проникающего прям. Так. Пока делаем всё по одной и той же схеме. Можем пока поболтать. Если кто-то не рисует с нами, а просто сидит наблюдает, можете что-нибудь спрашивать. Я пока тоже потрандю вам, что-нибудь расскажу. Может быть интересно. Так что пишите. Вот они же мы уводим. Вот такой покраснее, да? Такие переходики старайтесь сделать. Можно алый брать. Завершать алый. Так. Здесь не оставляем пробелов внизу. Вот. Здесь всё чётко. У нас только тоненькая линия идёт по верху. Больше нигде. Так. И берём, добавляем чёрный снова. Вот сюда. Вот сюда. по сырому только обязательно. Пока не высохло. То есть тут нужна ваша скорость, сноровка. Акварель очень подходит для таких людей усидчивых и любящих чёткое построение, чёткий рисунок. То есть, так говоря, не прощают ошибок никаких в предварительном рисунке. Никаких ошибок при вынесении света. Поэтому, вот если вы любите прям аккуратно-аккуратно всё разложить по полочкам, но при этом всё равно готовым быть к ошибкам, то добро пожаловать. Хотя, вот существует очень экспрессивная акварельная живопись. То есть, можно всё в один присест. Раз, 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 раз. И всё будет очень круто. Так. Я, пожалуй, просушу, чтобы не задеть рукой потом. Можете тоже, в принципе, это сделать. Достаточно. Теперь смело можно работать. Ну, давайте с верхним. Здесь тоже всё, в принципе, тоже самое. Ведь я думала, что вложу сейчас, оказывается, нет. С фоном мы долго работали. Так. Начинаем вот с этого лепестка. Чуть пожелтею вниз, потому что он прям тут подсвечивается. у нас хорошенько. Так. Я полюбила акварель, только мы умудрю вашему. О, девочки, спасибо. Это я, видимо, своё собственное это ощущение переношу, потому что… А, кстати, мы же не закончили разговор по поводу, да, по поводу того, что в школе была жуткая акварель. И я вообще, то есть, очень так к ней относилась. У меня вот это вот пришло не так давно, я вам хочу сказать. То есть, когда я уже начала конкретно заниматься преподавательской деятельностью, вот тогда у меня уже… Ну, и то это такое самоутчество было даже. То есть, когда сам себе вообще… Есть у меня, например, гуру, да, в котором я бы хотела попасть, но сейчас, например, у меня нет такой возможности. Я… Пока… 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 Что… Спасибо. Спасибо. Это ещё не получается, подождите. Сейчас у нас ещё очень много тут слоёв. Ну, немного, но есть слои, до которых нужно дойти. Вот. И, по большому счёту, акварель – это терпение на самом деле. Потому что, ну, такая она капризная, её надо приручить, так скажем. Но я её обожаю, особенно обожаю вот в портретах. И когда… Я думаю, девчонки поймут этот кайф, когда у тебя реально начинает получаться какой-то момент, и ты даже просто залипаешь на заливках, которые круто получаются, то… Ну, да. Я думаю, вы поймёте. Просто не надо сразу ставить на ней крест, если что-то не получается. Пробуйте. Это всё приходит со временем. Это, ну, как бы… Нужно понимать, что просто акварель – это самая сложная техника, да. Самый сложный материал, так скажем. Просто это понимать. И давать себе поблажки, так скажем, скидки на это. И продолжать работать. Ну, если вы, конечно, хотите результат. Можно просто рисовать ради удовольствия. Вот это вообще самое главное. Даже не на результат, а на удовольствие. И вы вообще можете выработать свой собственный какой-то почерк. Так что вообще в искусстве нет ограничений никаких. Посмотрите, чёрненького немножко добавила. И перехожу опять же в зелень. Вот сюда, пока не высохло. Чуть-чуть туда кидаю зелень. Вот вам кажется, что этого не видно, но это сыграет вообще свою роль определённую. И вот сюда ухожу. Чуть-чуть оставляю с одной и со второй стороны белые полосочки. Белые полосочки по краешку. Смотрите, чтобы он у нас прям светился. Вот так. Аккуратно-аккуратно. Так. И пошёл у нас следующий. Давайте вот этот вот левый. Так. И начнём опять же со светлого. С оранжевого. С оранжевого. Вводим в красный. Вот сюда в красненький. Даже можно соединить вот с этим. А вот здесь до края сильно не доводите. А вот здесь снова пойдёт оранжевый. то есть такой светлый. Вот так. Что-то краешка такой прям светится. А потом снова вводим в красный. Можно в алый. Вот так. Тоже не оставляем никаких красных полосок. Ой, белых, не красных, а белых полосочков. Вот. Заполняем. Здесь плотненько достаточно. И здесь у нас тоже по краешку немного светловато идёт. Да? Больше такой оранжевый. Тоже светится это место. А потом он уходит также в красный. Вот так. То есть край посветлее. Ближе к середине покраснее. Ну и конечно же ножка. Возле ножки. Черним. Добавляем темноту. Немножко её распределяем. Вот здесь она прям вот до сюда идёт. До вот этого заворотика. Да? И вот здесь тоже. Ну конечно у основания чернота самая такая. плотная. И снова берём зелень. Можно тёмную. Можно чуть-чуть взять посветлее. и уводим от тёмненького вот туда вниз. Стараемся оставить там полмиллиметра, миллиметра. Он вообще не зарисованным. То есть беленьким. чтобы у вас светился. Ну можно в принципе вот здесь добавить цвета в стебельки. Да? вот как-то так. Тоже светлым. Чтобы у вас в принципе стебелёк на фоне, на общем, казался светлее, чем сам фон. Так. Пока у нас подсыхают вот эти маки, я перехожу к бутончикам. Бутоны очень тоже, смотрите, как интересно рисуются. Они у нас с краю светлые, а в середине более тёмные. Поэтому я вот смачиваю, например, один бутончик. Да? Смочила. Беру зелёный холодный. То есть это зель, перемешанная с каким-то синим. У меня это ультрамарин, напоминаю. И вот сюда в центр ввожу этот цвет. Промываю кисточку и аккуратненько растягиваю к краям. То есть смотрите, у меня основная масса цвета получается в середине. Видите, он получается прям такой какой-то вахматенький. Я ещё потом глашу покажу, как их правильно сделать. Вот. И у нас практически все бутоны, они будут рисоваться в таком стиле. Единственное, что, допустим, свет и тень на день будут с разной стороны. То есть этот у нас светится по краю. Кстати, а вот здесь у него достаточно тёмный стебелёк. Вот прям попробуйте, нарисуйте. Вот здесь, например, тёмный. И дальше он выходит в такой какой-то салатный. Вот так. Например, вот этот. Он у нас с левой стороны наоборот темнее, а с правой светлее. Поэтому я добавляю в левую сторону тень. А к правой стороне я высветляю. То есть убираю отсюда насыщенную краску. Вот. 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 И снова, значит. Здесь можно левую сторону сделать темнее, сам стебельчик. на правую сторону оставить светлые вот и так вот уложу эту тень вниз то есть теперь у нас только с левой стороны очень темный с правой он остается белым все дальше ведь он высох и стал таким мутненьким можно в него еще добавить цвета но опять же чтобы было достаточно сыра смотрите так поехали дальше ну в таком стиле мы рисуем принципе все лепестки ой этим господи коробочки короче говоря наши бутончики вот этот вот очень у нас тонны поэтому я его так хорошенько затемняю с левой стороны с правой оставляю посветлею вот так а еще смотрите у них есть такие штучки наверху черненькие вот такие вот вот на этом есть немножко можно добавить так этот у нас тоже с правой стороны светлый с левой стороны темный но не настолько насыщенный как вот этот вот уже самое с ним делаем вот так вот нужно рисовать этот лепесток ой и стебелек который у нас шел от мака вот 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 давайте мы его дорисуем я его делаю темным с левой стороны в правую сторону оставляю светлым здесь вообще можно прерваться ставить вообще полностью светлым и продолжаю закрашивать штучки 3 сути помните что с левой стороны они темнее с правой стороны у нас падает свет с левой стороны у нас тень 3 4 4 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 20 И вот этот у нас практически голубой остается, он прям такой синий какой-то на фотографии видно. Вот так я его засиню. Вот так вот пока оставлю. Вот этот стебелек нужно будет еще доработать, но пока он там сохнет, я его не трогаю. Смотрите, что теперь мы делаем дальше. Нам нужно, чтобы у нас вся картинка высохла, поэтому я сейчас просушу и потом покажу, что делать дальше с маками. Мы вот здесь с вами в картинке наблюдаем, что у нас есть некоторые прям просвечиваются, да, мак. То есть вот видно, солнышко настолько проникает через лепестки, что мы видим, как они накладываются друг на друга. Как это повторить? Что нам для этого нужно? Мы для этого с вами берем все те же самые цвета, ту же самую кисточку. Я беру красный, беру его не сильно, не мощно на кисточку, да, и прохожусь вот здесь. То есть я вижу дальний лепесток, его очертания и прохожусь по самому контуру. Прохожусь по контуру, мягко уходя на нет. То есть смотрите, вот здесь я убираю, да, цвет. Вот. Здесь даже можно взять темный, черный из красного и вот так вот аккуратненько пройтись и кисточкой чуть-чуть смягчить, размазать. В правую сторону. Дальше у нас еще вот здесь есть такая ситуация. Я беру просто красный цвет и немножечко прохожусь вот здесь. Помните, у нас тут даже, кстати, просвечивается рисунок карандашом и вот мы как раз по нему и проходимся. Добавила красного и немножечко оттянула от края. Очень-очень аккуратно. Вот. У нас получается просвечивается лепесток. Сейчас высохнет, будет хорошо видно. Что у нас вот здесь происходит? Мы здесь можем то же самое сделать. Смотрите. Ну, чуть-чуть уложу в сторону. Вот у нас наложение произошло. Теперь вы видите вот этот цветок в прозрачном, немножко в таком состоянии. Вот здесь у нас то же самое, поэтому я снова беру алый. Смотрите, он у нас заворачивается вот сюда, уходит, да? Мы от края подтягиваем этот цвет. Смотрите, при этом я беру очень ненасыщенно красный. То есть у меня опять же прозрачный. Просто вот здесь вот в технике лессировки у нас цвет накладывается на цвет и получается затемнение. То есть мы в тоне усиливаем. Но при этом остается вот такая прозрачность, которая свойственна для аквареля. Так. Вот здесь мы можем вообще дважды завернуть лепестки. Например, один раз вот сюда и размазать, да? И подождать, пока высохнет, а потом следующий лепесток сделать вот сюда. И здесь что у нас происходит? У нас здесь вообще выгибается он очень интересным образом. То есть вот здесь, наоборот, тень. А вот сюда он выкручивается, получается такой светлый. Ну вот такой, не очень суразненький. Он и тут на самом этом, на референсе не очень удачный. Он загнутый. Вот. И здесь затемнело. Можно вот это посушить. После того, как посушили, можно добавить вот сюда. вот так вот давайте вот так лепесток. Добавили и немножечко размазали. Вот. Все, прикрыли ему чуть-чуть. При этом, смотрите, у вас и прозрачность осталась, и свечение какое-то, да? То есть все как надо. Сейчас я принесу белую гуашь. А, давайте еще вот здесь вот доработаем. Я беру темно-зеленый. и прохожу по стебелечку. Вот так. И хожу отсюда. Можете брать белую гуашь. Сейчас мы немножечко полохматим. Смотрите, берем белую гуашь. Очень тонкую кисть. У меня... Так, я ее положу. Ага, она у меня упала. И смотрите, что можно сделать. Он у нас, да, такой лохматенький. Сам мак, точнее стебелек мака. Мы кое-где можем добавить как раз таки вот эту характерность. Можно, конечно, долго выделываться и, например, долго это прорисовать. Надеюсь, что вам видно. Надеюсь, что вам видно. Вот эти штучки, которые особо светятся с левой стороны. Их можно подобавлять вот как раз таки гуашью. То есть вот эту вот лохматость, колючесть, лохматость. Видно, да? Вот везде, полностью, абсолютно по всем макам, по всем стебелечкам пройтись. Очень-очень тонкой кистью. Вот, видите, да? То есть у нас мак уже приобретает такие характерные для него очертания. Тут главное очень тоненько не переборщить, чтобы у вас не было бревнышек, так скажем. Кисть должна быть очень тонкая. Движения должны быть легенькие такие. Угу. Как успехи, девочки. Саймон. Мой кот хрипит. балдеете хорошо это хорошо мне прям интересно сколько сколько людей по выходила на работу девочки напишите кстати как работаете кто как работает допустим дистанционно остались или уже вживую работать мне просто интересно как у нас народ в итоге то и и и и и и и так и что я буду потихонечку наканчивать вот эти штуки можно рисовать вообще бесконечно Я думаю, для вас это было не сложно Девочки пишут, нам еще нельзя работать, сидим дома Ну вот так же, как и я Работал, у меня и мамочки все вышли, я пока в отпуске Ну понятно, значит, как бы 50 на 50 кто-то еще не работает Я думала, честно, одна я не работаю, потому что я сегодня вышла в Краснодаре в центр города Ходила в налоговую, отправляла заявления и было просто столько народа И все магазины открыты, ну конечно, все принимают только в масках Вот, я подумала о том, что одна я совсем-совсем-совсем не работаю Но оказывается, не одна Это немножко, ну как-то это успокаивает, я вам хочу сказать Но, несмотря на это, мы, девочки, в конце июня едем туром в Архипаосиповку, кстати Там дальше будет виднее про Грузию Пока границы закрыты именно из России, то я думаю, что нам в конце июня можно будет ездить именно по краю Можно будет ехать на море, поэтому чуть позже все выложим, всю информацию Вот, едем мы с Катей, с которой мы проводили прямые эфиры, вы, наверное, видели Психолог Вот, у нас будет еще курс Ой, фен упал И у нас еще будет вот такой вот выезд очень-очень крутой Так что давайте, девчонки, просоединяйтесь, кто хочет Так Любимое дело Сегодня у меня не рамочка, а просто полоски горизонтальные Надо купить малярную ленту, скотч Ну, смотрите, ощущения света есть, в принципе, как и хотелось, да, передать Все, мы тут соблюли все, что нужно было И я с вами прощаюсь до следующих эфиров До сторисов Пишите Не забывайте рисовать Жду вашей работы, кстати Те, кто рисовал, те, кто будет рисовать Все, постараюсь сохранить И на ютубе, и здесь Все, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok